Господь, ты всегда со мной, Где бы я ни шел, не убоюсь я зла. Твой жезл и твой позор Успокой от века, Господь. Ты пастырь мой, я ни в чем. Буду нуждаться. Ты покоишь меня на злачных мажетях, Вот от нас, и ты будешь меня спать. Вот ты пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Ты покоишь меня на злачных мажетях, Город тихий, будешь меня. Господь дал нам самое мощное оружие. Это оружие является хвалой. И пока мы живы, в духовном мире Постоянно будут происходить духовные битвы, Духовные сражения, в которых мы будем вовлечены. И если тебе кажется, что есть какие-то обстоятельства, Трудности, которые просто невыносимы, Которые ты не можешь нести, У тебя есть хвала, и твое оружие, И твой выход из этой ситуации — И это начать прославлять Бога. И хороший пример для нас — Это история про Иосифата, Когда он узнал, что не сможет победить трех великих царей, И призвал, Господи, Боже, отцов наших, И ты ли Бог на небе, И ты владычествуешь над всеми царствами народов, И в твоей руке сила и крепость, И никто не устоит против тебя. И когда мы хвалим Бога, То Он ведет это сражение вместо нас. И в день битвы Иосифат сказал Идти на поле сражения не солдатам, а певцам. И в то время, как они стали восклицать и словословить, Господь возбудил несогласие между аммонитянами, Мавитянами и обителями горы Сеира, Пришедшими на Иудею, И были они поражены. И мы видим, что пока они добрались до поля битвы, Господь уже все порешал. Уже всех победил, Прогибли, повержены. И сегодня, если враг успел взять тебя в плен, Заключил тебя в какую-то духовную тюрьму, То единственный способ выбраться, Это начать прославлять Бога. Давайте сейчас прославим Его. ПОДПИШИСЬ! ПОДПИШИСЬ! ПОДПИШИСЬ!